Данное видео довольно долгое, но это лишь потому, что я постараюсь объяснить каждое действие, чтобы вы понимали, как это работает. Когда вы поймёте сам принцип, обработка звука будет занимать у вас буквально 1-2 минуты. Итак, в этом ролике я покажу, как из вот такого звука... 1, 2, 3, запись звука. Понятия не имею, почему все проверяют звук цифрами, но пусть будет так. ...сделать вот такой звук. 1, 2, 3, запись звука. Понятия не имею, почему все проверяют звук цифрами, но пусть будет так. Данный звук, кстати, был записан на дешёвый петличный микрофон фирмы Genius. Этот микрофон я покупал, ну, где-то рублей за 100. Ну что ж, погнали! Как я уже и говорил, работать мы будем в программе Audacity. Данная программа бесплатна, и вы без проблем сможете её найти в интернете и скачать. После того, как вы установите программу и запустите её, вы увидите вот такое вот окно с интерфейсом программы. И, чтобы начать работать со звуком, необходимо в меню сверху выбрать файл, открыть. Дальше находите запись, которую нужно обработать, выбираете её, нажимаете открыть, и запись открывается в программе. В принципе, файл с записью можно просто перетащить в окно программы, если вам так удобней. Кстати, чтобы у вас не возникало проблем с чтением какой-то записи, всегда используйте форматы либо mp3, либо wav. Вот это и есть только что открытая запись. Эту запись можно отдалить или приблизить, используя вот эти кнопки сверху. Нажимаем минус, и масштаб уменьшается. Нажимаем плюс, и масштаб увеличивается. А затем, используя вот этот ползунок снизу, можно перемещаться по записи. Но я запись уменьшу, так будет удобней показывать. Итак, для начала давайте убедимся, что это нужная нам запись. Для этого справа сверху нажмём на кнопку воспроизвести. 1, 2, 3, запись звука. Понятия не имею, почему все проверяют звук цифрами, но пусть будет так. Также я записал ещё вот такой звук. Данный звук довольно часто можно встретить на исходной записи. Но его гораздо проще удалить потом, при обработке, нежели переписывать весь звук сначала. Этот звук понадобится, чтобы наглядно показать пару пунктов обработки. Итак, в исходном файле, в первую очередь, все наверняка заметили то, что звук очень тихий. И некоторые наверняка подумали, что нужно было просто усилить мощность входящего сигнала с микрофона. И это является ошибкой. Уровень входящего сигнала нужно выставить таким образом, чтобы не было перегруза микрофона. А для этого, если вы пишете на компьютер, нужно снизить уровень входящего сигнала, ну где-то до 85-90%. И не включать никакое усиление. То есть, настройки микрофона должны выглядеть примерно вот так. Уж поверьте, при обработке сделать тихий сигнал более громким гораздо проще, чем пытаться убрать хрипы при перегрузках. Но вернёмся к ролику. Для того, чтобы сделать звук громче, заходим в меню «Эффекты» и здесь выбираем пункт «Нормировка сигнала». Далее открывается вот такое вот окно, в котором нужно ввести максимальный уровень громкости выходного сигнала. Вообще, по-хорошему. Уровень громкости готового звука должен быть минус 1 дБ. Но, в данном случае, так как это не последний шаг, а первый, мы оставим небольшой запас на дальнейшую обработку. И поставим значение «минус 5 дБ». Нажимаем «Ок». И давайте послушаем, что у нас получилось. 1, 2, 3. Запись звука. Понятия не имею, почему все проверяют звук цифрами, но пусть будет так. Как вы могли заметить, весь звук стал громче. Причём как сама речь, так и звук, который идёт после неё. Всё дело в том, что эффект «Нормировка сигнала» берёт максимальное значение громкости в записи и подгоняет его к значению, которое ввёл пользователь. То есть, за основу были взяты вот эти пиковые значения. И именно их программа и подогнала под заданные минус 5 дБ. Поэтому вторым шагом, а может даже и первым, если вы увидите перепады без усиления сигнала, является выравнивание сигнала вручную. То есть, удаление всякого мусора, который вызывает сильные перепады громкости. Это может быть что угодно. Может быть у вас просто сбился голос. Может быть вы чихнули, кашлянули, высморкались, громко отхлебнули чая. Или у вас вообще упал микрофон. Это не важно. Все паразитные звуки, если они вызвали резкий скачок громкости, нужно удалить. Сделать это легко. Просто выделяете участок с тем звуком, который нужно убрать, и нажимаете клавишу «Delete». И, когда вы уберёте таким образом все сильные перепады, вот тогда уже можно будет сделать ещё раз нормировку сигнала. Но часто бывает такое, что всплеск громкости идёт не на каком-то ненужном звуке, который можно удалить, а на каком-то нужном слове. Такое увеличение громкости может вызвать какая-то гласная буква, которую вы сказали громче обычного, или какая-то согласная буква, типа D, C, S и так далее. В этом случае удалять всё слово не вариант. Но и выровнять громкость как-то нужно. Для этого случая нужно воспользоваться фильтром, который называется Hard Limiter. Сейчас покажу, как он работает. Сначала отменю «Последнее действие», нажав Ctrl-Z. Кстати, с помощью этой комбинации можно всегда вернуться на один шаг назад. А теперь выделю нужный участок, на котором нужно подрезать всплеск громкости. И выберу в меню «Эффекты» «Фильтр Hard Limiter». В открывшемся окне нас интересует всего один параметр. Самый первый. Уровень децибел. Данный параметр срезает все звуки выше заданного значения. То есть, например, если мы поставим минус 10 децибел, то все звуки от минус 10 до нуля удалятся. В данной строчке, воспользовавшись ползунком справа, мы выставляем нужное значение. Значение подбирается, как говорится, на глаз. То есть нужно подобрать такое значение, чтобы фильтр срезал только всплеск, но при этом не затронул другие звуки. В противном случае есть риск получить хрипы. Я выставлю это значение около 7 децибел. И теперь смотрите, что произойдет с пиками громкости. Нажимаю «Применить». И, как видите, всплески громкости от минус 7 децибел до нуля ушли. И сигнал стал более ровным. Самое главное, повторюсь еще раз, подобрать такое значение, чтобы оно срезало только сильные скачки громкости. То есть единичные всплески. А не посрезало все перепады громкости под одно значение. В том случае, если у вас много участков, на которых идет скачок громкости, можно просто выбрать всю вашу звуковую дорожку, нажав «Ctrl-A» и применить фильтр «Hard Limiter» сразу на всю запись. В моем случае этот звук просто лишний. Я его удалю, и можно продолжать. Сделаю нормировку уже выровненного сигнала. И теперь запись звучит вот так. 1, 2, 3. Запись звука. Понятия не имею, почему все проверяют звук цифрами, но пусть будет так. Следующее, что нужно сделать, это применить компрессор. Компрессор нужен для того, чтобы подровнять перепады громкости. То есть сделать уровень выходного сигнала более равномерным. Снова заходим в меню «Эффекты» и выбираем компрессор. В открывшемся окне ставим вот такие параметры. Хотя, скорее всего, они по умолчанию будут такими. И нажимаем «Ок». Как видите, громкость звука изменилась. И теперь это звучит вот так. 1, 2, 3. Запись звука. Понятия не имею, почему все проверяют звук цифрами, но пусть будет так. Далее делаем голос чуть более звонким, чтобы он был как бы ближе к слушателю. Для этого снова заходим в меню «Эффекты» и выбираем эквалайзер. Здесь выставляем вот такие вот значения. То есть на 4 значениях высоких частот я немного усилил уровень сигнала. Буквально на 7 дБ. Вы, конечно, можете поэкспериментировать, но на мой взгляд, вот такая вот настройка более-менее оптимальна. Можно попробовать поставить более высокие значения, но есть вероятность перегрузки и появления хрипов. Нажимаем «Ок» и слушаем, что у нас получилось. 1, 2, 3. Запись звука. Понятия не имею, почему все проверяют звук цифрами, но пусть будет так. Всё почти готово. Но сильно мешает шум, который возник после всех наших манипуляций. Давайте его послушаем отдельно. Вот он. Кстати, если у вас совсем плохой микрофон, хотя куда уж хуже того, который использовал я, или довольно шумно в том месте, где вы записываете, у вас шум может быть слышен сразу при открытии файла. Но удалять его в любом случае стоит в последнюю очередь. Так как после нормировки компрессора и эквалайзера он всё равно появится. А удаление шума дважды, в начале и конце, сделает звук таким, как будто вы говорите в металлическое ведро. Всё. Но вернёмся к ролику. Для того, чтобы убрать шум, нужно воспользоваться эффектом Noise Reduction. Выделяем участок, на котором нет ничего кроме шума. Проверяем его, что там действительно только шум. И если кроме шума там есть что-то ещё, тогда нужно найти другой участок, в котором нет посторонних звуков. Далее нажимаем на меню эффекты и выбираем Noise Reduction. Возможно, у вас он будет называться как-нибудь по-русски. Может быть снижение шума, может быть удаление шума, неважно. В открывшемся окне нажимаем на кнопку создать модель шума. Далее выбираем весь документ, нажав Ctrl-A, а затем нажимаем на меню эффекты и выбираем самую верхнюю строчку с пунктом повторить Noise Reduction. Или просто нажимаем Ctrl-R. Как видите, на тех участках, где раньше был шум, сигнал стал более чистым. То есть громкость на участках стала практически нулевой, кроме незначительных перепадов. Давайте послушаем. Вот здесь на шкале звука можно было наблюдать, что на данном участке всё ещё есть какой-то шум. Поэтому снова заходим в меню эффекты, выбираем Noise Reduction и жмём кнопку создать модель шума. Снова выделяем весь документ и нажимаем повторить Noise Reduction. Как видите, теперь участки с шумом стали совсем ровными, без каких-либо перепадов. То есть если прослушать участок, где раньше был шум, то теперь здесь практически тишина. Есть, конечно, какой-то сигнал, но он настолько тих, что убирать его не стоит. Это тот уровень шума, который практически не слышен и никому мешать не будет. Ну и слушаем, что получилось. 1, 2, 3. Запись звука. Понятия не имею, почему все проверяют звук цифрами, но пусть будет так. Кстати, по поводу шума. Если вы не можете найти участок, в котором только шум, просто сделайте масштаб покрупнее и поищите нужный участок. Для того, чтобы создать модель шума, хватит буквально секунды чистого шума. Ну и последнее, что нам осталось сделать перед сохранением, это ещё раз сделать нормировку сигнала. Но уже не под обработку, а под готовый результат. Так как после всех манипуляций, в некоторых местах звук может получиться довольно громким. Как, например, вот на этом участке. Сейчас смотрите на шкалу громкости. Запись звука. Видели? Громкость доходила до красного значения, а это нежелательно. Поэтому заходим в нормировку сигнала и выставляем итоговое значение. Если с этим звуком вы больше ничего делать не будете, то выставляйте минус один децибел. А если вы ещё планируете его обрабатывать при монтаже видео, тогда сделайте небольшой запас. Поставьте минус два, а лучше даже минус три децибела. И нажимайте ОК. Слушаем итоговый вариант. Один, два, три. Запись звука. Понятия не имею, почему все проверяют звук цифрами, но пусть будет так. А теперь сохраняем его. Для этого нажимаем файл. Экспорт аудио. В поле имя файла вводите название готового звука. Далее выбираете тип файла. Здесь я советую либо оставлять MP3, либо, если запись изначально была в ВАВ, то оставлять в ВАВ. Я оставлю MP3. Далее, если вы выбрали MP3, нажимаете на кнопку параметры. Здесь выставляете максимальное качество. Выбираете джойн стерео. Это чтобы у вас из обоих динамиков шёл один и тот же звук. И нажимаете ОК. Ну а далее жмёте Сохранить и снова ОК. Вот и всё. С помощью этих нехитрых действий вы сможете немного улучшить свой записанный звук. Он будет звучать более разборчиво и, как следствие, будет более информативен. Кстати, просто для интереса. Вот запись этого же звука, которая была записана сразу на более качественный микрофон. Запись без каких-либо обработок. 1, 2, 3, запись звука. Понятия не имею, почему все проверяют звук цифрами, но пусть будет так. То есть обработка звука это хорошо, но изначально хороший микрофон это ещё лучше. Тем более, что качественную запись можно также обработать и сделать её ещё лучше. Продолжение следует...